Педиатрическое отделение поликлиники 25-го госпиталя РВСН одно из старейших в ракетных войсках. Служба ракетчика накладывает на офицеров и их семьи достаточно жесткие ограничения. Заниматься здоровьем своих детей в нужном объеме получается не всегда. И тут медики приходят им на помощь. Педиатрическое отделение поликлиники на Власихе существует уже 55 лет. Это фактически ровесник ракетных войскам стратегического назначения. Это говорит о том, что командование ракетных войсков стратегического назначения, и медицинская служба с первых дней образования ракетных войск обратили пристальное внимание на медицинскую помощь детям, детям-ракетчикам. Сотрудничество научного центра здоровья детей с детским отделением поликлиники РВСН на Власихе насчитывает без малого 10 лет. С каждым годом число приезжающих врачей растет, расширяется и их специализация. В состав этой командной войсной экспедиции входят не только, например, такие специалисты, как невролог, ортопед, аллерголог, пульмонолог, но и врачи, которые достаточно редко выезжают, и их мало, к сожалению, бывает в участковых поликлиниках, поликлиниках, ну там в военных городках и так далее. Это, например, мамолог, это, например, ортодонт, это, например, психологи-дефектологи. После осмотра в случае необходимости проблемные дети проходят дополнительные обследования и лечения уже в самом научном центре здоровья детей в Москве. Впрочем, с собой столичные педиатры также привозят самое современное мобильное диагностическое оборудование. Это артериограф, это метаболограф, это ультразвуковые аппараты экспертного класса. Мы можем на местах провести исследование общего анализа крови. Все это оборудование помогает на месте уже нам определиться, соориентироваться дальше, как вести этого пациента, еще раз повторяю, лучшие необходимости, когда нужна госпитализация или дальнейшее его более углубленное обследование. Мы можем его пригласить и приглашаем его в наш центр. Кто-то пришел на прием впервые. С кем-то педиатры уже знакомы по прошлым визитам и лечению в своем центре. Можно проследить динамику состояния детского здоровья. Тем более, что возможности обычного педиатрического отделения поликлиники все-таки ограничены. Было отобрано порядка 160 детей. Частично дети, которые уже были в центре для повторной консультации. И дети, которые впервые выявлен диагноз, показывали специалистам. К нам приехало 28 врачей по 20 специальностям. В дальнейшем эти дети будут и у отческого педиатра наблюдаться на отчете, и в центре также заводится карта, и они наблюдаются там. Ежегодно в начале лета при содействии руководства ракетных войск детей с Власихи централизованно возят на схожие приемы в Москву. Общение столичных медиков с маленькими пациентами продолжается уже в самом центре. Настоящее мероприятие было организовано благодаря активной позиции заведующего поликлиникой Владимира Тимофеевича Середы и заведующим педиатрическим отделением поликлиники Черненко Валентина Ивановна, которые душой болеют за каждого ребенка. И командование ракетных войск ракетных войск в лице командующего генерал-полковника Ракаева Сергея Викторовича и начальника штаба ракетных войск генерала-лейтенанта Ревы Ивана Федоровича всемирно поддерживают эту акцию, это мероприятие. Каждому пришедшему на прием малышу московские медики вручали книгу «Права детей в сказках народов мира» и грамоты за храбрость, и отважное решение лечиться без слез и капризов. Петр Горохов, Артем Ломоносов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.